Ситуация давно уже вышла не только из рамок правового поля, но и из рамок здравого смысла. Это какой-то театр абсурда. Когда вот так себя ведут чиновники, где-то лучше всего для нас. На самом деле есть такой прием журналистов, показать дурачка. Спасибо большое вам за такое. Вы не хотите, главное не то, что вы не можете, вы не хотите. Как красиво он на камеру работает. Камчатка находится на третьем месте по коррупции. Размахом грабят Камчатку. Камчатка скоро будет похожа на утюг. Все, что можно, срывают, грабят. Там урон колоссальный нанесен. Там были такие ямы, в которые можно было запрятать несколько пятиэтажных домов. Это все изъяли. И у меня сейчас ни хрена документов нет. Вообще полная задница. Владимир Юрьевич патриот. И он до последнего рассчитывал, что можно добиться справедливости в России. Я вижу, что нет, невозможно. За ней по городу ездят три машины. Опять этого антиэкстремистского отдела. А что значит подобрали ключи? Они что, реально сами дверь открыли? Абсолютно психически здоров. Подлежит немедленной выписке из психонерологического диспансера. Мне проводили два теста. Оба теста отрицательна. А если какой-нибудь псих возьмет и выхватит у них из кобуры пистолет и начнет расстреливать? А сама ментовка посчиталась, потому что это военный госпитал. Поэтому это начали давить на родственников, чтобы с другой стороны. То есть они пошли против военных или нет? Конечно, пошли. Самый натуральный пост из двух человек находится, из полицейских, находится на территории военного госпиталя. У нас что, теперь полиция выше военных, что ли? Я ничего не понял. Ты, получается, какой-то враг, враг Российской Федерации и против тебя объявили войну. Против тебя возбудили 24 уголовных дела. Посадить не удалось. Отправили психушку. Психам признать не удалось. Попытались найти коронавирус. Тоже не получилось. Под присмотром двух полицейских в военном госпитале на территории военного объекта Российской Федерации вот эта вся охрана представлена по приказу армии. Что дальше? Я вообще даже предположить не могу. Что дальше? Инопланетяне прилетят, будут тебя охранять или что? Сейчас возле палаты, в которой находится Владимир Юрьевич, находится конвой из двух полицейских. Оснований к этому не было. То есть не было никакого распоряжения судьи Кондаурова. Я так думаю, что понимая, что Владимир Юрьевич может, скажем так, соскочить по медицинским показателям. И сейчас, чтобы как-то его все-таки задержать, удержать под наблюдением любым, ну не под наблюдением, даже не знаю, как это назвать. Скорее всего, отдел Э из тех документов, которые они у нас украли, я не считаю, что это было как-то изъято, конфисковано. Это был самый настоящий грабеж, потому что у нас документов о том, что это изъято, нет. Значит, после того, как отдел Э украл эти документы из нашего дома и из дома, в котором находился Владимир Юрьевич у наших друзей на пятой стройке, значит, они, скорее всего, сляпали какое-нибудь дело об экстремизме. И теперь, скорее всего, они охраняют его как особо опасного тут преступника. Вот. Кроме того, значит, те документы, которые были изъяты 15-го числа, это были и аудиопротоколы с последних заседаний Кандаурова, понимая, наверное, что там такое безобразие в суде в этом творилось, что, ну, естественно, что человеку придется отвечать, я имею в виду Кандаурова. Вот. Поэтому были изъяты документы все, и теперь Владимир Юрьевич не может даже заниматься апелляцией в отношении себя. А и как еще ему сказали там в больнице, типа того, что ты будешь здесь лежать, пока апелляция не пройдет. То есть ему даже не дают возможности готовиться к этой апелляции, знакомиться с документом. То есть получается, что с документами нас никто так и не ознакомил с делом, которое было последнее. Мы имеем право до апелляции ознакомиться с делом. Но, естественно, возможности такой у нас нет. Нас лишили такой возможности принудительно. Кроме того, как я уже сказала, все документы украдены, включая аудиофайлы протоколов. И те документы, которые нам нужны были бы для апелляции. Ну вот просим общественность, мировую общественность, помочь нам в этом беспределе, беззаконии. Потому что конечной целью, как я считаю, этой преступной группы, которая действует на территории Камчатского края, я считаю, что конечной целью их является действительно убийство Владимира Юрьевича. Да, кстати, сейчас посмотрела в интернете. Кекух сидел, оказывается, за вооруженный разбой. И такой человек 13 лет возглавлял нашу контрольно-счетную палату. Кроме того, сейчас вот мельком просмотрела новости. Сказали, что Кекух бежал с Камчатки. Его видели в аэропорту с чемоданом. То есть он прекрасно понимает, что он сделал своё подлое дело. И что сейчас на Камчатке всё-таки началась, если не борьба с коррупцией, то какая-то её имитация. Потому что уже сказали, что бывший глава Камчатского края Илюхин, ему вменяется растрата трёх миллиардов рублей. Но все, кто знает эту ситуацию, говорят, смело можете умножать даже не на 10, а на 100. Потому что край богатейший. И та нищета, в которой пребывает народ, я даже не знаю, с кем можно это сравнить. В больнице номер 2 уже больше года нет никаких лекарств. Там физраствор и ещё что-то, говорили санитары. Врачи работают просто на износ. Единственные, куда ещё какие-то лекарства поставляются, это вот эти нового типа госпиталей, которые больше похожи на лаборатории. Непонятно, что там делают. Но вот сейчас именно к врачам претензий никаких. Они действительно сделали всё, что могли. Потому что у Владимира Юрьевича после всех этих стрессов, то, что было на 9 мая, то, что вот с этими обысками, с доставкой его в этот КПНД, когда он при сахарном диабете, он не ел там сутками. И не было нормального, как бы, при конвоировании не было к нему нормального отношения, как к инвалиду. Волнуюсь, но и тут не выспалась. И, значит, когда Владимира Юрьевича доставили в госпиталь, то там у него давление было, там что-то в пределах верхнее 100 и нижнее, там 68, что ли. Естественно, при его росте 190 сердечко не справлялось. И вот надо отдать должное, что доктора положили его именно в кардиологическую палату новую. Он там лежал на кардиологической кровати. И именно работа докторов, ну, я, насколько слышала, с его слов от знакомых, которые какой-то доступ в госпиталь имели, значит, они сказали, что отношение хорошее. И действительно, вот доктора, ребята огромной благодарности, они сделали всё, что могли. А потом начальник госпиталя сказал, что он не давал распоряжение поставить конвой у палаты. Естественно, что это вышестоящее начальство. Ну и, как я говорю, что край маленький. Естественно, что они взаимодействуют, дружат друг с другом и не пойдут на противодействие, опять же, друг другу. Поэтому Иван Иванович попросил, Василий Иванович сделал. Вот, как бы такое комовство, договорённость, это имеет место быть. Но, насколько я всё-таки знаю, что письма Нины помогли в чём? Что Нины письма, и вот ещё нам один человек помогает из Франции, Рафаэль Усманов, который тоже борется с карательной психиатрией, потому что он сам, наш бывший соотечественник, уехал и организовал там правозащитную организацию во Франции. Вот он отправил очень интересные письма, я могу прямо их переслать, после которых через три дня Краснов, генпрокурор России, сделал заявление, что Камчатка находится на третьем месте по коррупции. Огромная, конечно, благодарность, но, а где ж вы были, когда Владимир Юрьевич говорил о том, с каким размахом грабят Камчатку, что если это не прекратится, то Камчатка скоро будет похожа на утюг, вид из космоса, что всё, что можно, срывают, грабят, вплоть до того, что вывозили песок с Халатырского пляжа. Там урон колоссальный нанесён, просто. Мы приехали в декабре два года назад, и там эти ямы вырыли, с которыми вывозили песок, а Халатырский пляж, он был отнесён к особо охраняемым зонам. Там были такие ямы, в которые можно было запрятать несколько пятиэтажных домов. Представляете, с каким размахом это всё вывозилось? И сейчас ему только три миллиарда приписывают. Да там этот наш бывший, не бывший, сенатор замечательный, который сейчас сидит в Сенате, хорошо себя чувствует, который, насколько я знаю, была договорённость с японцами. И там 10 лет стояли дрифтерные сети. И нам говорили, вы знаете, рыба не идёт в нерестовые речки, потому что там вот так звёзды сложились, вспышки на солнце, холодный год, что-то ещё. А рыба просто пробиться не могла. Все же знают, что такое дрифтерные сети. И что бывший руководитель края не знал об этом. Да знал, конечно, уже когда Владимир Юрьевич этот вопрос поднял, тогда с такой помпой сенатор добился отмены установки дрифтерных сетей. А как они вообще попали на нашу территорию, японские дрифтерные сети. Ну и там много-много чего ещё. Естественно, что Владимир Юрьевич им просто неудобен, потому что у него душа болела за край. И он хоть как-то пытался помочь не только краю, но и людям, каждому отдельно взятому человеку. Инициатором и серым кардиналом, скажем, руководителем второго обыска был Кекух Владимирович, по-моему. Он председатель торговой контрольно-счётной палаты города Елизова. Такая очень интересная личность. В 90-е годы он был осуждён за мошенничество и, по-моему, разбой. Отсидел лет шесть. И потом достаточно тесно сотрудничал с криминалом, как бы ни возглавлял, не могу точно сказать, Елизовского района. И вот этот человек просто дал команду ФАС с Елизова. И поэтому были изъяты и все документы, и вся оргтехника, потому что обыск проводился на территории Елизова. А там у нас-то беспредел, наглость сотрудников полиции зашкаливает всё. А там это, ну как про Кущевку, может быть, слышали. Это в Краснодарском крае у нас полицейский беспредел. Вот что-то вроде этого. И в городе Елизова как раз вот эти все теневые правители, теневые царьки, один из которых вот этот вот Кекух, он как раз и распорядился изъять все документы. Для чего ему это надо, пока не знаю. Ну, именно, как сказал Владимир Юрьевич, что при обыске как раз от полицейских, кто там был, у меня же не было при том обыске, 15 июня, как раз Владимиру Юрьевичу объяснили, что это, ну как, по распоряжению вот этого Кекуха. И если он руководит торговой комитетой контрольно-счётной палатой, то, ну, это коррупция, вот просто махровая, чистая коррупция. Ну, вот я так думаю, что нужно мне какой-то документ, который будет оспаривать действия наших ментов. Может быть, предупреждение им какое-то, что-то ещё. Но документ этот мне нужно будет составить таким образом, чтобы я могла и сама его отправлять, и, ну, как-то людям, что ли, отдавать, чтобы они что-то отправляли. Но мне кажется, их нужно просто завалить ворохом жалоб. Вот единственное, что их сейчас остановит. Потому что они настолько уверовали в свою безнаказанность, что я даже не знаю, что с ними должно вот такое приключиться, чтобы они, наконец, заткнулись. Сегодня получила справку в этом КПНД нашем местном. Значит, выдали, что Володя поступил 15 июня и 16 числа выписан из КПНД. Но они не написали, что они требуют лечения, что это не наш больной, как вот они говорили. Потому что наш дублестный следственный комитет, отделы и менты уже пробежались, и, естественно, они в таком виде справку не давали. Поэтому дело в том, что нужно сейчас всё-таки что-то быстро предпринимать, потому что скоро Володю из госпиталя выпишут, и они попытаются запереть его, Володю, опять в этот КПНД. Значит, ну, как я уже говорила, в чём проблема? Что есть решение суда. Там хорошее, плохое, мерзопакостное, но оно есть. И не исполнить его КПНД не может. То есть они его опять должны будут принять и, ну, держать его там, просто держать. А ещё, значит, нужно обязательно грамотно оспорить тот факт, что дежурят менты. Это, получается, практически караул или что-то. Вот возле конвоя, возле палаты. И в КПНД они были, на каком основании? Ну, чтобы, допустим, Рафаэль Усманов задал эти вопросы. И на каком основании? Значит, в КПНД они прямо в палате с ним жили. Причём везде орали, коронавирус никому нельзя, а этим можно. И конвой стоит до сих пор возле палаты в госпитале. То есть на каком основании кто распорядился? Ну, вот надо такие вопросы задать. Потому что получается так, что те документы, где был тоже документ о том, что я являюсь законным представителем Володи, это всё изъяли. И у меня сейчас ни хрена документов нет. Вообще полная задница. А вот что он здоров, они не дают. Сказали, что поскольку у меня нет документа о том, что я являюсь законным представителем, я говорю, ну, так у нас был обыск, и забрали все документы. Ну, вот мы не можем дать справку, это медицинская тайна. Я говорю, медицинская тайна, что человек здоров. Ну, вот не хотят пока давать. Володя завтра, ну, короче, дадут нам там один документ. И на основании этого документа мы уже сможем требовать эту справку. Ну, вот я тебе прислала справку только ту, которую они мне дали. И там написано, что в 12 часов был проведён консилиум. И подписано, какие доктора там были. Ну, вот решение этого консилиума я у них и потребовала. А они мне его пока не дают. И ещё один момент упустила. Значит, мне сегодня звонил наш участковый. Хотят просить по поводу того, что какая-то Алёна из Волгограда звонила и говорила, что к Владимиру применяются какие-то недопустимые средства в госпитале. Вот тот видеоролик, который... В котором говорится о том, что звоните... Вот в ментовку надо звонить, в прокуратуру надо, а в госпиталь не надо, потому что они действительно делают всё возможное, чтобы его лечить, потому что у него там в сердце были проблемы. Ну, я подозревала, скажем, это. В России мы исчерпали все возможности добиться правосудия. То судопроизводство, которое сейчас вот просто стряпается, ничего общего к правосудию не имеет там и близко не стояло. Поэтому вот нам приходится обращаться в правозащитные организации зарубежные. Ну, очень жаль, конечно, Владимир Юрьевич патриот, и он до последнего рассчитывал, что можно добиться справедливости в России. Я вижу, что нет, невозможно. Вы ваше удостоверение можете печатать в любой другой. Удостоверение, пожалуйста. Те, кто ворвались в наши квартиры... Те, кто ворвались в наши квартиры... Хорошо, когда вот так себя ведут чиновники, бюджетники, это лучше всего для нас. На самом деле, есть такой прием журналистов, показать дурачка. Спасибо большое вам за такое. Это тогда у чиновники не настройки. Когда ворвались квартиры, гражданские одежды все, и тоже не предъявляли никаких документов. И вы не защищаете наши права, понимаете? А те удостоверения, которые мне показали, и не дали переписать данные, тоже можно купить в любом переходе подземных. Да, понимаете? Если человек не оставил никаких документов, если человек не оставил никаких документов, значит, это не по закону. Если вы наставите, что удостоверение у техниц, которые у вас были... Я не настаиваю. Я просто объясняю ситуацию. Почему мне не дали возможность переписать данные с этих удостоверений, которые мне показывали? Я не могу вам сейчас ответить. И не хотите. Главное не то, что вы не можете, вы не хотите. А вы говорите? Как красиво он на камеру работает. Всех интересует текущая ситуация. Где ты, что ты, что с тобой происходит, какой диагноз, почему тебя из психушки вы повезли в госпиталь. И вот это все интересует. Давай с самого начала. Получается, после нашего с тобой разговора, последнего интервью, когда ты был на воле дома, получается, я так понял, ты последовал моему совету и решил просто из дома уехать. Правильно? Да, я это сделал. И это сделано было абсолютно верно, потому что в этот же день, то есть это было 19 мая, когда было вынесено вот это постановление мирового судьи Кандаурова, не к ночи упомянут будет, о том, чтобы не только меня поместить в психиатрическую клинику, но и сделать это немедленно, причем привлечь сотрудников полиции к тому, чтобы осуществить мое задержание и доставку психоневрологических диспансеров. Вообще запрещено законом. Это должны делать только медики. Медицина сама достаточно, скажем, обладает всем необходимым, чтобы это осуществить. Но полиция без медиков, то есть вот сама по себе, так сказать, как преступника задерживают, такого в законе нет. Более того, вполне это уголовное дело прекращено, полиция вообще не имеет права эти дела вмешиваться. Но задача-то стояла какая? Чтобы не дать возможность обжаловать это постановление заведомо противозаконное этого мирового судьи. И вообще, как может мировой судьи вынести постановление, если он практически в тюрьме? То есть это без срока давности, без срока содержания человека заточают за решетку. Поэтому 19-го состоялось. Я 19-го уехал на другую квартиру к своим друзьям, где находился с 19-го по 19 мая, по 15 июня. Как раз готовил апелляционную жалобу, занимался другими вопросами связанными с моей, так сказать, работой. Ну, одним словом, я там живу, работал. Ну, ты, получается, Камчатский край не покидал, правильно? Да у меня и нет никакой подписки о невыезде. Я и телефон-то свой не выключал. А, то есть ты был на связи, ты не скрывался, правильно? Ни с кем не скрывался. Просто мне правильно указали, друзья, что с учетом того, что сейчас происходит у нас в Камчатском крае, что происходит с тобой, тебя задержат немедленно. Причем не медики, а полиция, что противозаконно. То есть они злоупотребляют своим полномочиям. И избежать этого преступления со стороны полиции, лучше тебе пожить пока где-то у друзей, что я и сделал. Но я не скрывался, ничего такого не было. Ну, я пока не понял. Подожди, подожди, я что-то не понял. Ты Камчатский край же не покидал, правильно? Ты там же на месте находился? Вместе. Вопрос. Ты там рядом где-то был? Ты от города вообще уезжал? Далеко, нет? Нет, находился в городе. Просто по другому адресу. А, там же, в Петропавловском, да? Потом, значит, они 22-го, то есть через три дня после суда, сделали налет на квартиру. Менты. То есть вот этот антиэкстремизм, отдел по проводительству экстремизма, вообще странная какая-то полиция, и даже сами полицейские их там за людей не считают. Во-первых, там собрали все представители ориентации, какие-то дизайнеры фактически. Они, одним из них руководители, где можно ознакомиться на позорном столбе Камчатки, там, Курденков его фамилия. Знаете? Я раньше не верил в позорному столбу, что, может быть, надумали там что-то, ребят. А когда Курденков улюду вживую, у него энергетика женская. Он явный, так сказать, представитель, очень даже, так сказать, чувствует, так сказать, неприязнь тем ярко. И вот там все такие. И вот они сделали без такого-либо документа, без постановления суда, налетели на квартиру, изъяли всю аркотехнику, все, что можно. И, значит, у меня там не было, я был уже в другой квартире. Подожди, подожди. Это мы все знаем. Как у тебя происходило задержание вот на той квартире, где ты временно находился у друзей? Ну, просто, значит, подобрали ключи, винты, зашли в квартиру, так сказать, я там находился. И кроме того, что меня забрали, то есть полиция, не медицина, а полиция, и, значит, кроме этого, еще изъяли и там изъяли всю аппаратуру, и все документы по делу, по уголовному делу. Я сейчас сижу в госпитале, мне работать нечем, у меня нет ни одной бумаги, ни одного такси. Подожди, подожди, подожди. Что значит, это, подобрали ключи? Они вообще стучались, звонили, какие-то документы предъявили? Нет. А что значит, подобрали ключи? Они что, реально сами дверь открыли? Сами дверь открыли. А каким образом? Откуда у них ключи? А вот этого я не знаю, честно говоря. Видимо, у них есть свои штатные звончики. Ну, а следы взлома остались? Кто-то заснял это все? Кто бы там чего заснял? Там был только я, и этот свороток. Они какие-нибудь основания, документы предъявили? Они предъявили постановление суда о том, что я подвяжу доставлению в этот самый психонервологический спонсор. Я не сопротивлялся. Но им этого оказалось мало. Я сказал, говорю, поддавайте, подгоняйте карету скорой помощи или специализированную машину, я поеду. Нет, вы поедете с нами. Я говорю, на каком основании? Я инвалид второй группы. Я неходячий больной. У меня ноги больные, я не могу самостоятельно передвигаться. Какая полицейская машина? Я туда и забраться-то не смогу. Они меня вылокли за руки. Я доставили в ПНД, в психушку. Там что происходило? Из этой квартиры в ту технику и все документы по уголовному делу. Они просто без постановления, без протокола, так сказать, какого-то обыска. Просто опять все себе присвоили. Теперь, значит, когда меня доставили в этот психонервологический диспансер, это было уже ближе к вечеру, со мной оставили двух сотрудников полиции, они ночевали в моей палате. Они были вооружены при оружии? При оружии, да. То есть огнестрельное оружие, кобура, наручники, газовый баллончик, дубинка, все при них было? Да, они находились рядом со мной, с этим оружием, ночевали, как будто это особо опасный преступник или что-то в этом роде. Но когда утром собралась, это было 16 июня, собралась комиссия врачей, они поступили достаточно разумно. Они зашли ко мне в палату и провели медицинское освидетельствование. То есть комиссия врачей-психиатров меня осмотрела. Задавали мне вопросы, мы бы беседовали там минут 20. Я услышал резюме этой медицинской комиссии, этого консилиума врачей. Абсолютно психически здоров, подлежит немедленной выписке из психонерологического диспансера, не имеющей отношения к этому лечебному учреждению никакого. То есть комиссия не согласилась, по сути, с решением суда, правильно? Конечно. Нет, ну там решение суда было доставить, поместить диспансер. Ну, как говорит старая, так сказать, русская поговорка, да, можно коня привезти на водопой, но нельзя заставить и упить. Ну, привели они меня в этот психонерологический диспансер. Ну, посмотрели врачи. Здоровый человек. И, соответственно, с этим протополом, то есть справкой, которую я тебе высылал, меня выписали оттуда на следующий день после доставки. Я там суток не провел. Так, и что дальше происходило? Вот тебе выдали справку, что ты здоров. Дальше что? Справку мне тогда не выдали. Они, значит, началась суета. Почему-то мне взяли тесты на коронный вирус и сказали, у вас подозрение на коронный вирус. И поэтому меня отвезли не домой, как положено, а в этот вот военно-морской госпиталь, где я сейчас нахожусь. И так же все под конвоем с двумя полицейскими, да? Ну, правда, машина была уже не полицейская, а медицинская. Что лишь разница. И вот, собственно, я нахожусь в этом коронный вирус, то есть инфекционном блоке военно-морского госпиталя Петропавловска-Камчатского с 16 июня всего года. Меня проверили над коронный вирус, конечно, никакой там не больной, никаким коронный вирусом, но полицейский пост, ну, правда, уже без обестрелива оружия, так, с дубинками там, что-то еще ерунду, с предсредствами, он находится при мне, рядом с палатой. Вот я сейчас в палате нахожусь, они сидят в коридоре. Периодически пытались заглядывать там, значит, в палату, потом все-таки я, значит, договорился, им там сделали внушение врачей, вообще-то так делать нельзя, пациент должен находиться в них в покое, вот, поэтому, значит, вроде как сейчас немножко полет. Лечение какое-нибудь оказывается? Да, не оказывается лечение, но совсем по другим образом. Ну, просто подлечился, по большому счету, я нахожусь здесь, потому что меня не отпускают, но время-то тоже терять не надо, почему как-то подлечиться, раз есть такая возможность? А вообще был сговор между, значит, военными властями, я так думаю, что к этому причастию командования группировки войск и сил, такой еще удаш, я думаю, вот, значит, с тем, чтобы поддержать меня здесь в госпитале, до суда, который назначен на 30 июня. То есть, по идее, мы должны были выписать, да, то есть, отлично, пролечить или там узнать, коронавирус там, отрицательный тест очередной, и выпустить. Нет, они меня во второй тест назначают на понедельник, с тем, чтобы меня в понедельник обратно конвалировать в психомерологический диспансер, потому что во вторник суд. Это, кстати, не факт, что в понедельник меня диспансер примет, потому что они меня выписали. Они же не будут совершать уголовное преступление, то есть, брать заведомо здорового человека на какое-то, значит, содержание в этом самом диспансере. Они сами высказали, причем, что особенно интересно, в соответствии с их заочной экспертизой состоялся это под постановлением мирового суда о том, что меня поместить, так сказать, в этот диспансер. А и эти же врачи, этот же диспансер, когда меня лично увидели, они сказали, что я здоров, даже если этот счет протокол медицинской комиссии врачей-птихиатров от 16 июня 2020 года. Правда, они сейчас не дают этот протокол, дали только справку. Мы запросили его, так сказать, подали ходатай в суд, чтобы суд апелляционный запросил этот протокол. Ну, не знаю, как будет дальше. Я думаю, что, конечно, будет война между медиками и остальными власть, структурами власти, там, прежде всего, судебной власти, потому что суду операционному этот протокол не нужен, потому что таким образом они будут утверждать решение мирового суда, да, восстановление мирового суда, если восстановление мирового суда, основанное на заочной экспертизе, если есть очное заключение тех же самых врачей того же лечебного учреждения о том, что я здоровец. У тебя есть какие-то документы подтверждающие, что у тебя нету коронавируса, то есть тест отрицательный? Да, есть. Но это сейчас в истории болезни, мне это документы в понедельник выдадут, но сам врач заходил, сказал, что мне проводили два теста, оба теста отрицательные. Во вторник что за суд будет? Олиционный суд, по мне. Я же тебе высылал эту повестку. А, это вот по заключению тебя в тихушку, да, по доставлению? Не торопится, почему? Потому что причем суд проводит в закрытом режиме, как обычно, потому что до 30-го как раз возможны последние деньги этой самоизоляции на Камчатке. Потом просто будет намного тяжелее проводить заседание в закрытом режиме, обеспечить недоступность этого суда, то есть судебное свидание для журналистов и слушателей. Поэтому они поторопились как можно раньше. Но какое будет уже постановление апелляционного суда, я не знаю. С одной стороны, конечно, это все настолько абсурдное постановление, абсурдное абсолютно, когда значит, человек абсолютно психически здорового, у которого есть соответствующее заключение, по какому-то уже потерявшему смыслу, не имеющему законного основания заочной экспертизе помещают на принудительном лечении еще закрытое учебное учреждение, где преступников, насильников, убийц содержат психически больных. Вообще, высший кого-то, что-то это значит, триумф российской южистиции был. Ну, в кавычках, конечно. Подожди, подожди. Получается, вот эти двое сотрудников, они в тихушке возле палаты твоей дежурили, правильно? Возле палаты, а в палате. В тихушке? Да. А если какой-нибудь псих, ну, пациент возьмет и выхватит у них из кобуры пистолет и начнет расстреливать? У них на это дело нет никакой заботы. У них забота, это чтобы у Шуманина не было никакой телефонной связи со своими защитниками и законным представителем, чтобы он не смог написать никакой бумаги в качестве апелляционной жалобы и чтобы он не смог подготовиться к апелляционному суду. Они хотели меня полностью изолировать на сто процентов, чтобы, так сказать, я не смог вот это вот свои апелляционные жалобы отменить это заведомо неправосудное постановление мирового судения. Ну, на данный момент у тебя какие средства есть? Ручка, бумажка, компьютер, телефон, свидание разрешены тебе? Мне не разрешены свидания, у меня нету компьютера, у меня есть телефон, причем который здесь, ну, мягко говоря, в нарушении режима здесь у меня есть. Ручка и бумага, все. Более того, когда они узнали, менты, о том, что мне помогает, ну, прежде всего моя супруга Надежда, за ней по городу ездят три машины, опять этого антиэкстремистского отдела. Понимаете, то есть устроили слежку, устроили, значит, психологическое давление и у дома моего постоянно мешают дежурить две машины полицейские. Одна, как правило, полицейская, именно сарастратская, а вторая, так сказать, которая использует полицейский для негласного наблюдения. Давление на тебя, на твоих родственников, на жену, на твоих сподвижников, давление психологическое окажется, их вызванивают, приглашают куда-то, беседуют? Названивают. И в надежде моей супруге названивают. И тем, кому она звонит, ну, чтобы, например, как-то обеспечить мою защиту, то есть начинают звонить этим людям, выяснять, кто они. по телеграмму разговаривают, то есть они самого-то разговора не слышат, они знают только сам факт звонка, потом начинают по этому номеру название, и оказывают давление на людей. А кто, а что, а давайте к нам мы с вас будем объяснение брать? Все это делается. Ну, как и у меня, у меня все мое окружение, вы кошмарили. То есть это у них общая отработанная схема. Почему? Потому что для них это очень важно, чтобы это постановление суда устоялось. Понимаете, если это постановление суда устоится, то любого неугодного власти человека можно по заочной экспертизе, которая делается на основании непонятного ничего, сплетен эти наговоры. Нужно понесить в психушку, и что бы он там ни делал в этой ситуации, отстоять его свое право на свободу, ему очень тяжело будет. То есть это прецедентное так сказать постановление по Российской Федерации. Оно абсолютно абсурдное, оно не имеет никакого правового смысла, оно вынесено с грубейшим нарушением всех процессуальных и вообще законодательных норм. Но он не имеет ну как вот получается, что на территории Украины есть сайт, да, позорный столб Камчатки. Там разместили какую-то информацию. Причем тут Шуманин, если даже в самом постановленном суда написано, что в неустановленное время, в неустановленном месте, неустановленным способом нож Шуманин разместили. Ребята, кто вам сказал, что это я? То есть это можно любого человека поместить в психиатрическую клинику только потому, что не понравился чиновник. И поэтому горой стоят за это решение, они готовы все что угодно сделать, чтобы не дать нам, так сказать, я же не один работаю, все-таки мне помогает и вся наша правозащитная и общественная такая активная часть нашего Камчатского социума. Много людей мне помогает. Единственное, что они, скажем, имеют проблемы с тем, чтобы со мной работать, потому что вот видите, вот я сейчас сижу, у меня только один телефон, больше у меня ничего нет. А вначале у меня и этого не было. У меня же телефоны все поотбирали, мне же потом его, так сказать, принесли мило сюда. Сама-то задумка была такая, ментовская, что я буду сидеть под охраной, вот, и я не смогу, так сказать, ни что пронести, и в том числе никакой связи у меня не будет. Это у них не получилось, потому что врачи категорически запретили заходить в палатку и правильно сделали. А сама ментовка посчиталась. Почему? Потому что это военный госпитарь, это не их юридиция, они не могут вот так, скажем, в квартиру ворваться просто так, да, и все оттуда вынести. А в госпитарь сказали, нет, ребята, ну раз вы сидите, сидите здесь, но в палату не заходить. Никаких обысков, никаких личных досмотров, ничего такого. Поэтому они очень еще, скажем, в этом плане расстроены. Поэтому они начали давить на родственников, чтобы с другой стороны, скажем, исключить всякую связь, так сказать, мою, с внешним миром. То есть, оказывают... Подскажи, после запрета входить в палату они хоть раз заходили? То есть, они пошли против военных или нет? Конечно, пошли. Но им тут начальник отделения очень грубо высказал, сказал, что если сейчас еще один такой факт, я пишу на ваш, так сказать, рапорт о том, чтобы вас привыкли к ответственности. Здесь нету преступников, здесь есть больные. То есть, они готовы пойти против армии Российской Федерации? Ну, это вообще нонсенс. Они готовы, они нарушают все, что любой закон, потому что во что бы это ни стало, надо сделать так, чтобы я, значит, не смог подать апелляционную жалобу, и я не смог присутствовать в суде апелляционной инстанции. Еще не факт, кстати, во вторник, то есть 30-го, меня доставят в этот суд. Еще не факт. Может, они какую-то придумают гадость, по которой я не смогу появиться в судебном заседании. Такое возможно. Вот по этому поводу хотел спросить. Давай с другого начнем. Как у тебя вообще самочувствие? Готов ли ты поехать в суд и там выступать? Как вообще чувствуешься? Да нормально я себя чувствую. Господи, во-первых, никаким коронавирусом у меня не больно. Во-вторых, так сказать, сейчас, поскольку режим госпитальный, то при очень нормальном условии, я немножко уменьшил свой сахар. То есть, я же диабетик, я же инвалид. То есть, скажем, я лучше стал себя чувствовать. И все эти нервные переживания, ну, скажем, когда человек уже имеет опыт борьбы с этим режимом, то он не сильно реагирует на эти нервные переживания, он учится быть стойким. А я стойкий от природы. То есть, меня этим делом никак не задавить, никак не деморализовать, ничего подобного. Я-то, конечно, поеду, только костыли мне доставят, ну, что делать? На костылях пойду, вариантов нет. В случае, если тебя не допустят до суда устроить провокацию, у тебя есть за это, кто будет там присутствовать от твоего имени, законный представитель? Ну, да, моя супруга, Надежда, вот, плюс у меня адвокат Олег Владимирович Самоделкин, то есть, два-то человека будут. Ну, вот в чем фишка-то, что в соответствии с постановлением пленума Верховного суда рассмотреть или подобного категория дел по недобровольному помещению в психиатрическую клинику, я обязан убедиться лично в наличии психического заболевания. То есть, нужно видеть того человека, в отношении которого это постановление выносится. 9 мая, так сказать, меня избили сотрудники полиции, поэтому суд 19 мая я пойти не мог, потому что лежал пластом. Суд провели. Сейчас я предполагаю, что может быть что-то подобное. Например, посадят вместо этой самой машины медицинской машину полицейскую. А там просто там устроят провокацию, забьют, там что-то еще, потом еще скажут, что я буйный, что я психически нездорово ввел, набросился на сотрудников полиции. Ну, что-нибудь такое. Почему? Потому что для того, чтобы вместить человека в психиатрическую клинику, нужно иметь факты его опасного для себя и для общества поведения. А в отношении меня таких фактов нет. Я всегда вел себя ровно и спокойно. И они это знают. Поэтому они сейчас всячески пытаются провоцировать и пытались провоцировать. Ну, что вы думаете должен был делать, когда меня просто за руки вывели, у меня многие не работают, и полуокрысь третьего этажа, так сказать, по лестничным маршам в милицейскую машину. Как я должен был себя чувствовать? Народ высказывает, что опасались в основном, что тебя просто когда задерживали и куда-то возили, элементарно могли в машине какой-нибудь укол сделать психотропный. Сейчас такая опасность есть. Вполне реально, что они собираются это сделать 30 июня, когда я буду ехать в суд. Такая вероятность существует очень даже серьезно. Поэтому надо будет как-то привлекать людей, чтобы в любом случае машину, которая у меня будет доставляться, поваждала одна-две машины общественности, которая заинтересована в том, чтобы не состоялось этого неправосудного постановления. Тебе удалось выяснить имена, отчества, фамилии, звания, должности вот этих двух сотрудников, которые сидят у тебя за дверью? Не представляю. Они всякий раз разные. Они раз два часа к ненец. То есть это не просто два человека представленные, а это самый настоящий пост, правильно? Пост это конвой, как преступника находящегося в заключении, либо осужденного судом, либо который находится на правительственном следствии, избрана мера пресечения содержания под стражей. Он заболел, его привозят, и у палаты дежурит полиция. То же самое здесь. А вы не пробовали выходить на главного военного Камчатского края и узнать его отношение к тому, что на стое самый натуральный пост из двух человек находится, из полицейских, находится на территории военного госпиталя. У нас что, теперь полиция выше военных, что ли? Я ничего не понял. Я пока этого не делал по одной причине. Я не собираюсь обострять отношения с администрацией Ленморского госпиталя. Я нормально поговорил с подполковником Актионовым. Очень приятный и очень-то хороший человек. Я понимаю, что ему приказали. То есть для начала надо с этого госпиталя выйти, а потом уже выяснять, почему это происходит. А как он отнесся к этому посту и какова реакция главврача вообще на то, что происходит? Негативно отнесся. Крайне негативно. Но он сказал, что ему приказали. А главврач как к этому относится? Ты говорил про военного, про подполковника. А меня интересует реакция этого главврача. Он не главврач, он начальник госпиталя. Крайне негативная реакция. А, то есть он подполковник и главврач одновременно, правильно? Его дурн называется начальник госпиталя. И он в звании, да? Действующий. Интересует вот этот подполковник. Если он начальник, то он находится в звании и при погонах при службе, то есть армия тоже в этом участвует получается? Получается, да. Ну, тебе войну, ты, получается, какой-то враг, враг Российской Федерации и против тебя объявили войну. В общем и целом, да. Жесть. Подведем итоги, смотри, против тебя возбудили 24 уголовных дела, посадить не удалось, отправили психушку, психом признать не удалось, отправили, попытались найти коронавирус, пытались сделать из себя больного, тоже не получилось. Сейчас, на данный момент, ты, получается, под присмотром двух полицейских в военном госпитале на территории военного объекта Российской Федерации и находишься, и вот эта вся охрана представлена по приказу армии. То есть, что дальше, я вообще даже предположить не могу, что дальше, инопланетяне прилетят, будут тебя охранять или что? Ну, а что дальше будет? А дальше им нужно во что бы то ни стало, чтобы я не был на апелляционном суде и чтобы повышение, точнее, постановление вверхого судей вступило в силу. Чтобы меня отправить обратно в психушку. Только непонятно, что я там буду делать, если я уже признал здоровым. Это же самая психушка. Я не знаю, я не знаю, я не знаю, что буду делать. То есть, ситуация давно уже вышла не только из рамок правового поля, но и из рамок здравого смысла. Это какой-то театр абсурда. Но, однако, это очень такой нехороший театр, очень злой театр. Но придется это пережить. Я остаюсь в своем, так сказать, состоянии, силы воли, разума, совести. Со мной они ничего не сделают. Я стану Шуманином, я стану верным своим принципам и как офицер запаса, и как журналист. И ничего им не удастся со мной сотворить негативное. Не силю Бога в правде. Я в Бога верю, в отличие от них всех. Я думаю, что все будет хорошо. Владимир, я с тобой согласен. Я хочу сказать от себя, что я тебе желаю удачи. Держись, соблюдай спокойствие. Твое единственное оружие в данной ситуации и самое эффективное оружие, в кавычках оружие, это сохранение спокойствия. Ни реагирования, ни на какие провокации. Держать себя в руках, вести себя достойно. И я тебе могу дать только один совет, самый главный, самый важный, который мне дал так же, когда меня кошмарили здесь в Сургуте, сдавали в камеры, в психушке, мне начальник отдела Т по борьбе с терроризмом и экстремизмом, Луценко Дмитрий Николаевич, дал совет в разговоре, во время, когда меня крутили там три месяца, он мне дал совет, да будь ты человеком, вот и я тебе тоже самое советую, в любой ситуации оставайся человеком и сохраняй достоинство. Ну собственно я тем принципом давно живу, оставаться человеком, чтобы не происходило вокруг себя, и мы живы. По итогам у вас, вот у жены, у адвоката, у тебя, какие документы есть на руках вообще, протокол изъятия, решение суда, протокол изъятия из твоей квартиры, протокол изъятия из той квартиры, где ты находился, какие-то медицинские заключения, история болезни, справки, что отсутствие и наличие теста там, и медицинские заключения здоров психически и так далее, какие-то документы вообще есть, или ты мне вообще все предоставил, вот то, что у меня на руках, то и есть. Ну давай так, значит, справку о том, что я здоров психически, несмотря на запрос мой, запрос моей супруги в надежде, как моего законного представителя, и адвоката психо-мираудиста из Комсер Камчатский не дала это заключение, он просто дал справку, вот который я тебе отправил, в который написано, поступил 15 июня, протокол отчинно-медицинского, значит, из обследования, там, осмотра врачей-психиатров, вот, выписан 16-го, то есть, ну, из этого протокола следует два факта, первое, что все-таки я был осмотрен врачами, а если выписан, больных не выписан, то есть, я здоров, то есть, они косвенно подтвердили, что я здоров, но сам документ они не дают, почему, потому что у них оказывается давление со стороны властей, чтобы они никому не давали этого документа, ну, насколько я знаю, больные из психушки выходят только в одном случае, если они переводятся в более жесткие условия, у меня вот этот документ читал, что выписаны все, никакие жесткие условия я не переведу, вот, единственное, что они, еще раз, пошли на компромисс, они меня не домой отправили, а сделали направление на исследование на коронавирус, господи, где я сейчас нахожу, а что касается протоколов судов, то есть, производства обысков в доме, протоколов самих обысков, там, это вообще никто ничего не вручал, вообще никто ничего не вручал, все попроизволовалось в грубейшем нарушении в законе, они просто, как бандит, полиция, даже ее на квартиру, дважды совершено. Ты можешь оценить примерный ущерб, который нанесен имущественный? Я посчитал, в общем, где-то около 400 тысяч. У меня такая же сумма была. Около 400 тысяч, именно стоимость турбтехники, то есть, это только электроника, которая была вывезена. Что я хочу сказать, я благодарю всех, кто мне помогал, всех людей доброй воли, с разумом совестью, так сказать, душой, за то, что они мне помогали и продолжают помогать. Я, значит, очень неблагодарен всем нашим, так сказать, и скажу, что я не сдамся, что я буду воевать до последнего патрона. И такие, как я, не сдаются. Ты сейчас на связи, получается, я могу разместить твой телефон, чтобы тебе люди звонили? Нет, моя связь, я буду только временна. Лучше размести телефон моей супруги Надежды, 8908-695-317. Добро. Это телефон, значит, ну и пускай звонят туда, потому что нам вот все может объяснить, что происходит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok